Жители Норильска сегодня с тревогой следили за судьбой одного из самых опасных животных на планете. Бурый медведь стал жертвой инцидента, произошедшего на одной из железнодорожных веток в черте города. Вышедшего на пути зверя сбил локомотив. По факту случившегося сейчас проводится прокурорская проверка. Следователи внимательно изучают видео, снятое из кабины машиниста. Кто именно управлял составом в тот момент, пока неизвестно. Но судя по релику, находившиеся в тепловозе люди не только не пытались избежать столкновения, но и сознательно прибавляли ход. Сергей Сыркин изучил запись. Инстинкты не подсказали бурому мишке, что он еще успевает сойти с путей. До последнего животное бежит по шпалам. У людей, находящихся в этот момент в кабине, погоня вызывает неподдельную радость. Судя по видео, медведь так и не успеет убежать. Огромное животное скрывается под составом. Ролик, попавший в сеть, вызвал бурю возмущения звериной жестокостью людей. Медведь-зверь свирепый, но в этой ситуации, очевидно, был беззащитен. То, что эти люди его преследовали и умышленно сбили, это подлость, это негуманно. И это должно квалифицироваться как браконьерство. Потому что бурый медведь у нас, хотя и является охотничьим видом, охота на него разрешена только по лицензиям. Это типичный случай браконьерства, с какой бы целью они его не сбивали. Разместивший видео в сети Алексей Григорьев, с которым удалось связаться красноярским журналистам, оправдывается. Судьбу таежного зверя описывают не теми красками. Это видео показывали в нескольких новостях. И там, кстати, говорилось о том, что медведя все-таки не туда видели. Но многие люди, видимо, приближенные к этим, кто был в локомотиве, говорили, что медведь остался жив и убежал в горы. Но остаться в живых еще не значит остаться целым. Даже мощному медведю столкновение с локомотивом могло принести травмы, уверяют зоологи, которые заставят его долго мучиться и умереть со временем. У машинистов поезда существует четкая инструкция, как вести себя при возможности столкновения, независимо от того, что на пути, человек, животное или бесхозная бочка. Необходимо снизить скорость и подать звуковой сигнал. Если расстояние сократилось до критического, применить экстренное торможение. Видео уже изучают в прокуратуре. В правоохранительных органах выяснят, соблюдены ли должностные инструкции. По закону даже инспекторы охотнадзора имеют право стрелять в медведя лишь в том случае, если он ведет себя агрессивно и представляет реальную угрозу людям. Железнодорожные пути, на которые вышел медведь, принадлежат компании «Норильский никель». По ним передвигаются грузовые и технические составы. Если подтвердиться, что ответственность за данное происшествие несут наши сотрудники, компанией к ним будут приняты самые жесткие дисциплинарные меры. Мы уверены, что их действия получат соответствующую оценку со стороны правоохранительных органов. Удивительно, что случай этот произошел именно в Норильске, где медведь является всеобщим любимцем и символом города. Медведю здесь установлен памятник, и он же красуется на гербе заполярного города.